Коронавирусные будни. Наблюдает видеокамера съемочной группы. С удивлением наблюдают строители с другой стороны Чернышевского. Человек моет остановку. Смена караула. Другие люди в защитных комбинезонах и респираторах. Теперь второй слой жидкости, на этот раз дезинфицирующий состав. Под масками скрываются ни медики, ни военные и даже не спасатели. Это специалисты городского центра размещения рекламы. Как ни странно. На сегодняшний момент на балансе муниципального предприятия находится 560 остановочных павильонов подобного образца. В ежедневном режиме 4 бригады муниципальных предприятий выходят для проведения таких работ. В ежедневном режиме 80 остановочных павильонов. Такие работы проводятся каждый день. Все это поливается составом под названием «Фулгард». По данным в интернете, это препарат ветеринарного назначения, подходящий для обработки ветклиник, вивариев, цирков и зоопарков. Учитывая, что ни первого, ни второго у нас нет, то для остановок вполне подходящее средство. И после каждой такой мойки остается след. Его бы всегда замечали простые прохожие. Видно, конечно. Часто ли вы видите? Ну, не часто, но вижу. Если не каждый день, то, может быть, ну, как попадается мне остановка. Чисто? Ну, здесь чисто, а вот там остановка, там грязно. Кадры из рейда по дезинфекции общественного транспорта с участием представителей профильного министерства. Наконечные автобусов у стадиона «Волга». Ответственные за уборку трясут неоткрытыми бутылками с растворами и не в попад объясняют технологию обработки автобуса после выхода пассажиров. А чем вы делаете влажную уборку «Волга»? Дезинфицировка тоже разводит и выбирает. А чем он там не состоит? Руками? Нет, разбрызгивается и подметается. А что происходит, когда нет проверяющих? Конечная 53-го маршрута в заводском районе. Обычный моцион водителя. Остановился, пересчитал деньги на поролоновой подложке, подождал, сколько требует график и поехал дальше. Конечная у стадиона «Волга». Ситуация аналогичная. Смена одного потока пассажиров на другой, без обработки салона. Трамвайное кольцо маршрутов 2, 7 и 8. Еще издали видно, что управляет тяжелым вагоном человек в маске. Но дальше все по привычной схеме. Отметился где нужно и поехал по маршруту. С троллейбусами ситуация схожая. Люди с чемоданами, вокзал и нет дезинфекции. Депутат Евгений Чернов входит в состав соответствующей комиссии и проверяет частоту общественного транспорта. Резюмирует. Многие и в самом деле лукавят. Когда мы приезжаем почти в 100% случаев, почти, подчеркиваю, когда мы приезжаем, то дезинфекция проводится. Проводится с различными составами и на местах, как правило, их в довольно-таки достаточном количестве. Но я подчеркну это именно тогда, когда мы приезжаем. Потому что в комментариях к новостям, к нам на прямое обращение говорят, вот когда вы приезжаете, это происходит. Когда не приезжаете, это не происходит. Поэтому мы такие случаи фиксируем. После этого с транспортным управлением администрации города проводим проверки. Выявляли случаи, когда на самом деле они не проводили дезинфекцию. Потому что с одной стороны мы призываем, и некоторые вынуждены выезжать, выходить на работу, и вынуждены пользоваться общественным транспортом. Понимая, что в транспортной отрасли сейчас сложности, в связи с тем, что количество сократилось, но это не должно вести к тому, что дезинфекция не должна проводиться. Так начинался апрель. Первые дни нерабочей недели. Людей сменили машины, наполненные дезинфицирующими средствами. Где не достанет техника, поможет специалист в специальном костюме со шлангом. Однако сейчас представители муниципальной власти подтверждают, что темпов не сбавляли ни на день. Дезинфекция происходит каждый день, примерно в таких же объемах, как и была и поначалу. Просто использовалось сначала одно средство, наверное, больше пахло хлоркой. Сейчас используются специальные дезинфицирующие шампуни. Порядка семи машин, только у нас, значит, и Дорстрой, и СпецТХ, наверное, порядка 20 машин в день выходит и обрабатывает. В основном это пешеходные зоны, такие как Волжская, тротуары. Используются вот эти чистики на базе вазиков, которые обрабатывают это все. И, естественно, комбинированные дорожные машины, которые ездят, обрабатывают и тротуары, бордюры специальным дезинфицирующим способом. То есть это порядка 140 кубов, 150 кубов в день выливается этого средства, растворенного в воде. На периодичность выездов поливальных машин влияет в том числе и погода. В последнее время она стоит дождливая, может быть, поэтому их и не видно. А что касается запаха антисептиков, то многие носят маски и просто его не чувствуют. Ну а те, кто не носят, возможно, просто принюхались. Что не так просто сделать в родном подъезде, который тоже должны обрабатывать. Запах средств и мокрые следы всегда заметны жильцам. Где это делается? Новостройки в районе прокуратуры Заводского района. Мой подъезд, я живу вот в этом, 13-1, да, обрабатывают. Часто? Ну, я не могу сказать. У них, по-моему, задачи, я просто с уборщицей разговаривал, вроде как, задачи им поставили каждый день это делать. Как они это делают, я точно не могу сказать, я же записи не веду. А эти дома чуть подальше. Красивый и цветущий двор, все как по линейке. И даже новые козырьки над подъездами. Вот только на борьбу с коронавирусом никто не выходит. Насчет этого я не знала. Потому что ни разу не видела, чтобы у нас кто-то хлорки что-то обрабатывал, я сомневаюсь. Вот я живу в этом доме. Ни разу не видела? Ни разу. Жалобы на антисанитарию приходят в госжилинспекцию. Глава Сергея Вербин сам ходит по подъездам с проверкой. Жители одного из домов сообщают, что в управляющих компаниях давно страдают недугом, похуже коронавируса. Раз фотоаппараты, все, дали команду сфотографировать, как работает ЖЭО наш хороший. Жулики там одни ворвуты. ЖЭО, да. Подъезды за дистанцией. Ничего не длится, они даже не подметали. У меня жена вышла, подняла там. Сергей Вербин заходит в подъезды, диагностирует относительную чистоту и справедливость замечаний жильцов. В адрес управленцев будет направлено предостережение. Хотел бы честно сказать, с начала мы с вами более активно, так более, скажем, бодренько. Сейчас, конечно, и управляющие компании испытывают некоторые трудности, прежде всего, связанные с тем, что мероприятия все-таки затратные. Дополнительных средств на это не привлекается от собственников. И все это происходит в рамках статьи по содержанию жилья. На начало мая 64 таких случаев было о том, что, которые выданы предостережения, не выполнены. Нами как раз эта информация направлена в органы прокуратуры в соответствии с решением штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Но на сегодняшний момент из этих 62, 54 уже провели эти мероприятия, и мы это проверили. Вопрос. Восемь компаний пока, скажем, такие мероприятия либо не провели, либо они нам об этом не отчитались. И в данный момент также сведения направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. На борьбу с коронавирусом вышли подразделения МЧС. И вот что странно в этом сюжете. Человек в особом костюме обрабатывает остановочный павильон. Хотя у нас этим занимается центр размещения рекламы. А дальше персонаж в скафандре исчезает в неизвестном направлении. Так кто и что все же дезинфицирует в этом городе? Продолжение следует...